Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр Мордынский. Сегодня у нас на распаковке посылочек будет небольшой пакет, пришедший нам из Англии. То есть, я заказывал одному своему товарищу аккумулятор для Samsung Galaxy Note 3, но он его решил продать раньше времени, так что у меня теперь будет 4 аккумулятора на моем Note 3. Не стал я брать из Китая, потому что в прошлый раз разочаровался качеством изготовления и, конечно же, емкостью. То есть, аккумулятор, который я заказывал еще прошлым летом, по емкости оказался на 2500 мАч вместо 3200 родных. Вот решил попробовать заказать из Англии, вроде как настоящий оригинал. Ну да ничего. Стоимость данного аккумулятора была около 900 рублей. Плюс я немножечко приплатил ему, чтобы он побыстрее отправил. И вот в таком вот конвертике, Airmail, нам прислали посылочку. То есть, видим, здесь даже такая ленточка для отрывания, открывания. То есть, ножичек нам не пригодится. Что ж, открываем. Посылка пришла очень быстро. То есть, реально там буквально прошло 2 недели, и она уже вот прилетела. Внутри посылки ничего нет. Смотрим. Поставьте 5 звезд за наш сервис. Собственно, названия продавца нет. Название продавца я попробую поискать и добавить, как всегда, в первый комментарий на YouTube. Смотрим. Судя по внешнему виду, похож на оригинал. Дата изготовления. Фокус возьмется. 2015 год. 1 февраля или 2 января. Я не знаю точно, как здесь указано. Не вспомню. Серийный номер. Все вроде бы на месте. Так что, протестирую аккумулятор и отпишусь в группе ВКонтакте. Настоящей емкости он или не настоящей емкости. А почему покупал? Потому что наши магазины с текущим курсом рубля-доллара совсем обнаглели. И за родной аккумулятор просят 1500 рублей. Хотя до этого он стоил 1000 рублей. Ну а за 1500 рублей я лучше куплю себе 3 подделки и буду их менять, пока не надоест. Вот такая вот маленькая посылочка, вот такая небольшая распаковка. С вами был Александр Мордынский. Вступайте в группу ВКонтакте. Конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши пожелания и тому подобное. Всем удачи, всем пока.